Всем здравствуйте! С вами Александр, интернет-магазин antilife.com.ua Сегодня хочу познакомить вас с моделью Lenovo S696 Не смогу назвать это полноценным обзором, так как модель на процессоре Qualcomm И прошивок у нас на данный момент русифицированных нет Смартфон на английском языке, в некоторых местах есть русский Ждем, когда китайцы выйдут с праздников и надеемся на то, что китайцы нам дадут хоть какую-то прошивку, как было с Lenovo A760 А пока просто давайте посмотрим внешний вид Коробка у нас вот такая вот, здесь вся необходимая информация есть Комплектация у нас стандартная, как у Lenovo То есть это зарядка, это гарнитура, это USB кабель Ну и обязательно переходник влаживается Инструкции все вот эти вот Ничего особенного здесь нет Сам смартфон является бюджетным вариантом от компании Lenovo Имеет 4,5 дюймов дисплей Вот такую вот стильную заднюю крышку белого цвета Она выполнена из пластика, такого не глянцевого Такой орнамент тут необычный, вот такой вот Спереди у нас есть индикатор уведомлений, динамик, логотип Lenovo Три сенсорных кнопки Слева направо их сейчас не видно, потому что они не подсвечены Вот, там тут идет меню Вот так вот они сейчас подсветятся Меню домой-назад Сверху у нас идет разъем под наушники USB С этого боку у нас кнопка включения-выключения Больше ничего нет С этого боку у нас качелька громкости В принципе, довольно-таки удобное расположение Я могу сказать, тут можно включать Главное, привыкнуть, нужно Ну и качелька громкости Кстати, вот качелька громкости тоже можно будить смартфон Что тоже удобно Снизу у нас только микрофон Сзади у нас есть камера Камера на 5 мегапикселей Она с автофокусом, но без вспышки Фронтальной камеры у нас у данной модели нет Под крышкой у нас есть два разъема под симки Симки стандартные, большие Аккумулятор у нас на 1700 мАч Есть разъем под карточку памяти И давайте посмотрим чуть-чуть, что же это за смартфон Что он из себя внутри представляет 4,5 дюймов дисплей Расрешение экрана 800 на 480 Сразу же давайте заходить в программку Antutu И смотреть, какие у него характеристики Набирает он до 7000 баллов Это показатель, который можно приравнить к процессору МТК 6577 Но данная модель не на MediaTek процессоре А процессор от Qualcomm Вот как вы видите 8625 Он двухъядерный Dual Core И частота 1152 Разрешение экрана Плотность точек Графический ускоритель у нас Adreno 203 Встроенная память у нас суммарно 4 гига Доступна для пользования GTA 1.8 512 оперативной памяти 4.04 Android Количество точек касания у нас в данной модели 5 По поводу прошивки Прошивка полностью на английском языке То есть, в принципе, прошивка сделана так, что телефон не тупит, не глючит Есть у него, что интересно, русскоязычная клавиатура В принципе, клавиатура это такое дело, это не от прошивки зависит Также есть и английский язык, естественно Экран у нас, я считаю, что не IPS Ну, давайте с вами попробуем это проверить Динамик громкий, хорошо слышно, отлично В принципе, экран довольно-таки хороший Ничего нигде не преломляется Поэтому могу сказать, что действительно IPS-матрица И вот, как вы видели, как вы могли заметить Ролик чуточку подступливает Хотя ролик всего формат 720p То есть, тот ролик, который на обычных смартфонах обычно идет без проблем Камера у нас 5-мегапиксельная Есть автофокус, снимает, в принципе, достойно Ничего по этому поводу не могу сказать Сделаем фотографию нашего муравья В принципе, сфотографировало оно его нормально Но само качество полотна не очень В принципе, модель очень хорошая Обязательно, когда сделаем прошивку Когда у нас она появится Когда прошьемся, я сделаю полноценный нормальный обзор Хочу сказать, что модель заслуживает внимания Необычный корпус Такая же задняя белая крышка С необычной поверхностью Модель недорогая, модель бюджетная В принципе, по производительности Модель будет с легкостью справляться С простенькими флеш-играми С стандартными повседневными задачами Такими, как позвонить, интернет Посмотреть в ютубе ролик Аккумулятор на 1700 мАч В принципе, это тоже нора Это честные леновские аккумуляторы Которые всегда достойны внимания Поэтому все Если будет прошивка Как только она появится Сделаю обязательно полноценный обзор Спасибо за внимание Всего доброго Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!